Не, я мечтаю на самом деле о робоногах, гнущихся назад с коленями. На них можно очень быстро бегать. Сегодня мы поговорим о пакетфлоу-диаграмме. Что это такое, зачем это нужно и вообще зачем лезть в пакетфлоу-диаграмму. Во-первых, понимание пакетфлоу-диаграмм необходимо для понимания более сложных конфигураций, а также для понимания прохождения трафика внутри маршрутизатора. Это маркировка трафика внутри маршрутизатора и дальнейшее использование промаркированного трафика, например, для Quality of Service. Также пакетфлоу-диаграмм и его понимание необходимо для использования различных таблиц маршрутизации. Также пакетфлоу-диаграмм позволяет использовать те или иные инструменты для изменения в заголовках пакетов тех или иных параметров. Ну, например, TTL, DSCP, приоритеты и так далее. Также инженер, который понимает пакетфлоу-диаграмм, сможет быстрее найти проблему при траблшутинге. Пакетфлоу-диаграмм относится к трафику, который проходит внутри маршрутизатора. Также хотелось бы отметить общую тенденцию для пакетфлоу-диаграмм и микротика в целом, то, что на диаграммах нет внешнего интерфейса и внутреннего интерфейса. Есть только входные и выходные интерфейсы. А также есть локал-процесс. Это трафик, который направляется непосредственно в сам маршрутизатор. Также существуют серьезные отличия в RoadROS 5 и в RoadROS 6. Также будут несущественные отличия в пакетфлоу-диаграмм для RoadROS 7, о которых мы сегодня говорить не будем. Хотелось бы отметить, что используйте официальные пакетфлоу-диаграмм, которые доступны на сайте helpmicrotik.com.dox. Не используйте неофициальные пакетфлоу-диаграммы. Итак, перед нами простейший вид пакетфлоу-диаграмм, который показывает, как проходит трафик внутри маршрутизатора. Схема достаточно старенькая, но в целом она описывает простейший процесс движения трафика. Трафик поступает на in-интерфейс и дальше можно в целом играть в эту диаграмму, как в детскую игрушку. На любой из элементов мы можем отвечать да или нет. Но для того, чтобы адекватно отвечать на вопрос да или нет, нужно понимать, что же за элементы нарисованы и изображены на нашей диаграмме. Ну, например, in-интерфейс у нас входящий интерфейс. Например, мы рассматриваем диаграмму движения трафика, который движется с внешнего интерфейса к нам в локальную сеть. Ну, например, в случае проброса трафика, проброса порта, например, мы выставили какой-то веб-сервер наружу. Что происходит? Трафик пришел на in-интерфейс, и первый вопрос – это интерфейс бриджа или не интерфейс бриджа? Если это внешний интерфейс, то, вероятнее всего, это не интерфейс бриджа. Дальше трафик переходит в прероутинг. Что такое прероутинг? Прероутинг – это цепочка, которая отвечает за обработку трафика перед маршрутизацией. То есть он так и называется – прероутинг – перед роутингом. То есть мы с трафиком можем сделать что-то и дальше уже решить, а куда же он пойдет далее по нашей цепочке. У нас есть также разбивка трафика внутри цепочек. То есть если мы заглянем в раздел «Пероутинг», то мы можем понять, что у нас там происходит. У вас нет по платежнической радиостры банка, младший специалист, тем не менее. Итак, если мы рассмотрим, что происходит в прероутинге, для этого у нас существует отдельная табличка, которая объясняет, какие процессы идут внутри непосредственно прероутинга. В данном случае у нас будет точно проходить connection tracking и destination NAT. Почему не будет проходить hotspot и, например, мангл прероутинг? Ну, если мы говорим о пробросе порта, давайте зайдем на любой из маршрутизаторов микротик. Происходит у нас правило в NATE IP firewall NAT, который описывает в цепочке DST NAT – Action – DST NAT. Если мы зайдем в раздел «Мангл», то у нас в разделе «Мангл» сейчас ничего нет. У нас в самом конце цепочки прероутинг находится DST NAT. Это как раз изменение в заголовке пакета адреса назначения. Когда мы меняем адрес назначения в прероутинге, у нас в раздел «Роутинг Десижн», а «Роутинг Десижн» – это принятие решения о маршрутизации, попадает пакет уже с измененным заголовком. То есть мы изменили заголовок адреса назначения. Тем самым, ну, что мы туда поставили? Можем посмотреть. Поставили мы 192.168.88.2 вместо внешнего IP-адреса нашего роутера. И тем самым у нас принятие решения о маршрутизации происходит уже непосредственно с этим IP-адресом. Этот IP-адрес к чему принадлежит? Ну, мы можем понять по наличию этого адреса или его отсутствия в разделе «IP-адресос». В разделе «IP-адресос» этого адреса нету, то есть у нас есть другой адрес 192.168.88.1.24, а в разделе «Роутинг» этот адрес как раз-таки есть, то есть это у нас есть маршрут на эту сеть. Все, что не адрес на роутере, это значит цепочка «Форвард», то есть трафик, проходящий через наш маршрутизатор. Тем самым мы идем на ответ «Роутинг Десижн», куда же мы направим данный трафик, мы его отправим в «Форвард». «Форвард» в дальнейшем выяснит, а какой интерфейс будет выходной. Будет ли выходной интерфейс «Бриджа» или «Не Бриджа». Ну, смотрим по нашей конкретной схеме. Если мы посмотрим на наш роутер, то IP-адрес и маршрут, которые идут в сеть 192.168.88.0.24, идут через «Бридж». Если через «Бридж», то мы отвечаем на наш вопрос как раз-таки «Аут интерфейс Бридж». В «Бридже» происходят некие процессы, которые мы рассмотрим чуть-чуть позже. Из выходного интерфейса «Бриджа» мы выходим в интерфейсные очереди. В данном случае интерфейсных очередей на роутере у нас нету, поэтому мы просто уходим в локальную сеть. То есть наш трафик доставляется непосредственно нашему устройству 192.168.88.2. Мы сегодня посмотрели простейший вид «Пакетфлоу» диаграмм, немножко посмотрели цепочку «При роутинг». Следующие цепочки и следующие схемы мы разберем в других видео.